Дневно вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить Tales of the Styria. В предыдущей серии мы с вами добрались-таки до Марлин, до города, который погряз, просто пал, можно даже сказать, под весом эпидемии чумы. А чумой оказалась, в общем-то, хелионская такая чума, потому что зло тут приняло... точнее, чума, зло приняло образ хелионов. Здравствуйте. В последнее время мне приходится копать не меньше могилы в день. Физические потери это одно, а вот психические-то совсем другое. И не поспоришь. Так, что это за домики? О, понятно, что это за домики, но я имею в виду, что здесь есть что-нибудь? Нам нужно в святилище, в общем-то, это у нас трактир. Пока не пойдем туда, наверное. Неплохо бы до святилища дойти. Так, а... нет? Нет. Для дебилов есть миникарта 7, посмотри. Ты меня не пугай. Похоже, тут на древние языки начертаны. Если приходится не сладко, не забывайте о листе навыков на экране снаряжения. Комбинируя предметы, можно получить целый ряд бонусных навыков. Если в бою приходится не сладко, загляните к оружейнику. У него можно купить снаряжение с новыми навыками и объединить их с тем, что у вас уже есть. Объединяйте даже то, что кажется вам слабым и бесполезным. Возможно, полученные навыки изменят ваше мнение. Ну, вот чем я, собственно, и занималась несколько серий назад за кадром. Старик, что жил вон там, отправился в лучшее место. Жаль, что Ниф не вернулся до того, как это случилось. Что-то тут все совсем плохо, да? Некоторое время ситуация в Марлинде вышла из-под контроля. Я понимаю, что странно слышать такое от оружейника, но мир это самая важная вещь на свете. Да уж. Так, что у вас есть? Нет, подожди. Ну, понятно, что они лучше. Зевака. Только зашли, что называется. Имеет смысл прокачивать, я думаю, этот магазин, потому что он изначально уже лучше. Там мы свое получили уже. Купить эти копья. Просто объединить их потом. Так. Боже мой. Зашла, называется. Я не уйду отсюда. Так, ну вроде я все. Я тут задорочилась, мягко скажем, уже с этими предметами. Я их еще перетасовала все. Я, в общем, добилась того, что у Сарея и у Лайлы... Теперь вы видите, вот эта вот верхняя фигня, видите, здесь все прям... Ну, здесь, конечно, все грустно, но мы еще это исправим. У Миклю тоже, как бы, не ахти, но... Тем не менее. У Лайлы вон. Тоже неплохо. В общем, как-то так. Идем далее. Беспокойтесь о своих навыках. А теперь послушайте меня. Прежде всего, заполните свой лист навыков. Так вы научитесь определять, какие из них нужны для активации бонусных навыков. Когда разберетесь с навыками, вам будет легче подбирать себе оружие и доспехи. Теперь за работу. Если не приведите себя в форму поскорее, нашу армию уже большие неприятности. А вы на что? Я что, всю армию буду представлять? Хотя, чувствую, так и будет. Так, хорошо, идем. Надо сохраниться. Этот намучилась уже. Не хочу эти самые плюшки свои потереть. Так, нам еще в какую сторона? Очевидно, что туда, но... А что тут? Какой-то мини-парк. У! Все удачно зашла. Почему-то автоматом сразу кликают так. Ну. О, кстати, смотрите, он эти штучки добавляет во вторую горизонтальную. О, охренеть. Правда, он... Не, он лучше, он лучше, чем есть. Нам еще, знаете, вот туда впендюрить? Вот сюда. Вообще идеально будет. Прям... Прям замечательно. Интересно, есть что-нибудь в предметах, что отвечает за эту хрень? Ну-ка. Ой, подожди, это мы точно не будем менять. Древние. Древние, да, древние, не деревянные. А почему-то они вдруг лучше, чем янтарные стали. С каких пор? Как так вышло? Хотя, конечно, жаль то, что, видите, сбивается из одной вот отсюда. Но здесь все равно получается лучше. Охренеть, а как так-то? Хорошо, что я их не продала, а прокачала в свое время. Как чувствовала, что не стоит. Так, ну, допустим, янтарные, тара-та-та-та. Защита, конечно, падает нехило так. Подожди, я хочу. Нет, сюда точно не стоит. Янтарные сапоги. Можно как-нибудь что-нибудь, чтобы и туда, и туда? Да. Нет, ничего нету. Жаль. Очень сильно жаль. Здесь вообще все грустно. Так-то. Но, к сожалению... Можно, конечно, кстати. Может, какие-нибудь кольца-то и... Защита падает. Сейчас я опять начну. Короче... Как вообще жить в таком мире? Вот лента... Она что, кроме ленты, ничего носить не может, что ли? Как-то грустно. Так, янтарные серьги я, между прочим, сняла. Может быть, на кого-нибудь их повесить получится? Хотя сережки у нас, как ни странно, по-моему, носят только... Этот самый... Сарей. Когда он реально... Он носит серьги. Он единственный вообще из всех присутствующих. В принципе, это и заметно по нему. Потому что он... Вон, априори с серегами начал игру. Ой, нихрена не вижу. Днем. В ночной серии записывать это страдание. Так, что тут? А, это вот эти вот. Дополнительный вход-то. Вот этот южный или какой-то... Ой, это что такое? А, это заблоченный проход. Понятно, видимо, потом будет... О, здравствуйте, лаги. Давно вас не было. Ну, ладно. Как-то странно, когда мы тут первый раз были, то есть, когда к мосту еще не подошли, нормально... А, то есть, в этом месте у нас лаги делает вода, да? Или что? Да нет, не она. А что тогда? Может, вода с этой стороны? А, простите, вода с этой стороны. Хорошо, мы поняли. Все-таки странная какая-то хрень. Не знаю. Здесь есть что-нибудь замыканное? Нет? Жаль. Вы кто? Мы так благодарны, что вы помогаете с едой для пострадавших. Ваш муж сказал, что вы будете... Что будет приглядывать за ними еще какое-то время. Подожди, я все сделаю? Да, все сделаю. Хорошо. Ладно. Ну, вообще, как бы... Как будто туда. То, что там вон стоит. Ну, подождите. Все, понимаю, сейчас какая-нибудь жена очнется. Подожди, нет тогда. Расцветилище там. Что ты есть такое? Черепажик. Господи, ты черепажик? Я-то думаю, что тут знакомая фигура какая-то. Похоже, можно же верить, что его здесь засекли же. Он должен быть недалеко же. Ах, да, я сделала новую карту же. Купить, да? Спасибо же за сотрудничество. Теперь же я могу уже продолжать путешествие же. Так, карта приключений в город леса. Хорошо, наверное. Мне это сильно помогло? Я бы не сказала. По крайней мере, не сейчас. Но карту мы купили. Это главное. Нам здесь больше ничего не нужно. Так, хорошо, выдвигаемся. Стоп. Что-нибудь тут? Войти я не могу. Но, может быть, здесь будет какая-нибудь точка, которую можно осмотреть. Получить ОД. Этот дом как-то сильно выделяется. Может быть, потом. Может быть. Подожди, раз мы в городе. Эдна. Ох, Господи, опять я не то делаю. Получай поиск денег. Так, ладненько. Подожди, подожди. Там еще один дом. Который надо исследовать. 10 монет. Отлично. Она как эта самая? Как ее звать-то, Господи? Элизабет. I've got something, Booker. Где, 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 где? Я чувствую... А, вон он. Черт, а как кто-то... А. Я там не пройду стопудов, мне не дадут. Причем это... Как сказать? Много... Как сказать-то, Господи? Неодноразовый, короче. Многоразовый, во. Многоразовый монолит. Сперва к нему, потом все остальное. Я ничего не знаю. А мне туда нибудь не пустят, потому что там либо тьма, либо еще что-нибудь. Нет? Пускают? Пускают, смотри-ка, странно даже. Нет, тогда сперва исследуем все. Как же понимаю. Все. Стратегия напарник, так это мы знаем. Еще разок. Нет? Нет, странно. Ладно. Почему? В тот раз, получается, я просто тупо не осмотрела монолит, и мне показалось то, что я его исследую второй раз, да? Ой, тупоевца. Вы уже десять раз мне, наверное, об этом не написали, но простите. Я еще ничего не видела. На канале только-только я открыла вторую серию. Поэтому я еще ничего не видела. Я в последнее время вообще записываю очень сильно наперед прохождение. Прям вот очень сильно наперед. Пока вы смотрите одни прохождения, я уже успеваю пройти какие-нибудь другие игры на будущее, чтобы вы потом посмотрели их. То есть... Слияние. Особенно уязвим, так что разумно использовать его против оглушения врагов. С другой стороны, у этого дара... Да. Блин, я вот, кстати, не помню, если честно, как делается изгоняющий удар. Вроде АЛТ нужно что-то с ней делать, но сейчас... Находки, навыки, книга врагов. Бой. Ну-ка, изгоняющий удар. Где он тут был? Изгоняющий удар. Вот, слияние, проводя кумба, нажмите, удерживайте... Да, да, все правильно. Значит, я правильно помню. Что вы здесь нанести? Изгоняющий удар. Да, все. Короче, как вот эти вот... Дополнительные удары во время обычного режима. Только во время этого самого. Все понятно. Так, что-нибудь тут? Ага. Видимо, потом. Ну, это очевидно довольно, конечно. Но не сходить сюда. Не посмотреть тут все. Горехом это будет, однако. Ладно, теперь идем уже в светилище. Не будем заставлять ждать. Мы так уже задержались. Нет, атмосферка тут, конечно, очень приятная. Я прям жду не дождусь, когда мы из этого города изгоним тьму. Здесь, наверное, будет очень красиво. Здесь и так так красиво. Здесь все равно все не выполнишь. Я не знаю, каким надо. Так, это еще вот этот кусок, да? Подожди, стой. Это же тьма, господи. Причем в форме волка, смотрите. Может, здесь еще такие точки есть? Я просто ни хрена не вижу. Мне реально отсвечиваются. Может, это еще реально есть где-то? Надеюсь, нет. Так, люди. Домик, что скажете? Ваше Высочество, как вам удалось сюда добраться? Впрочем, это не важно. У нас есть более неотложные дела. Ситуация в Марлинде просто ужасная. Если вы отправитесь в светилище, там вам расскажут все, что нужно знать. Не беспокойся, дедушка. Ниф позаботится обо всех. А тебе нужно хотя бы немного отдохнуть. Отличное место, да? Для отдыха. Лучше не придумаешь. Потрепанное копье. Это превосходное копье. Что-то там было. Ой, опять не туда. Променять защиту на атаку. Атаку 20... 23 защиты мы теряем. 20 атаки получаем. Стоит ли это того? Не хочу пока что. Находьте. Не, не хочу. Пускай она стоит долго. Клепает так потихоньку. Но стоит подольше. Урон весь основной на мне, поэтому... Ну и на наших серафимах, естественно. Здесь много людей, которые даже... Которым даже глотать тяжело. Поэтому лучше делать так, чтобы еда была как можно более жидкой. Господи, а что... Что, у нас столько все плохо, да? Еще удивительно, что они тысячи пор едят. Так, обод. Я не думаю, что Микле стоит его давать, потому что там все плохо. О, господи. С ободами было. Хотя нет. Блин, защита... Ой, этот самый, навыки, конечно, падают. Точнее, защита от магии. Навыки-то как раз возрастают на 10. И атака на 9. Защита, конечно. От магии падает ощутимо. Не знаю даже. 10 кустам у меня ОС во время защиты. А здесь... К атаке приема 15% длительность повышения характеристик. Ладно, давай попробуем. Там видно будет. Что-нибудь тут. Оп. Ну? Ну? Госпожа Лиша, вы здесь? Я принесла лекарство. Что происходит? Ну? Мы не в силах восстановить распространение болезней. Чума добралась и до нас. Мы даже не можем избавиться от диких собак. Если так пойдет и дальше, от королевства ничего не останется. Как будто королевство заканчивается на одном городе. Ну ладно. О, небеса. Сначала надо раздать лекарства. Сейчас. Ну, сейчас она не про небеса говорила, но ладно. Все у них хорошо. Теперь у них есть то, что им нужно. Да. И мы можем помочь им разобраться с адскими гончами. Но все же, у меня такое чувство, что не они источник чумы. Но это было бы слишком просто. Хилион еще могущественное, порожденное более великим злом. Кто-то сомневался-то, ну. Так. Прогоните зло из Марлинда. Сказать легко. Точно это от людей. Хотя нет, нет. Они от людей. У нас же было на поле по-другому. То было, то не было. Сранно. Люди. Источник зла. Источник лагов. Мне. Мне больно, мамочка. Уйми эту воль. Они не боятся, что вот так вот пришли, пришли, пришли с принцессой. Как бы чуть-чуть. Странно это. Она. Ну. Ну, она, да. Ничего. Нормально все будет. Что это было? Кто здесь? А? Не, никак нельзя засыпать. Ну, да. Иди-ка. Покемарить хоть немного от твоего трупа никому никакой пользы не будет. И он не спит все равно. Алло. Наша дочь, она мертва. Как такое могло случиться? Ей было всего 7 лет. Разве она кому-то сделала что-то плохое? Этого лекарства для всех никак не хватит. Нам всем придется подождать, пока не появится Ниф. А появится ли он? Сколько они там мосты будут отстраивать? Так, подожди. Скоро прибудет подкрепление столицы. Надеюсь, мы продержимся, пока это не произойдет. Это, это что, нападение? От этих тварей? Не ссать. Я сюда не просто так пришла. Все нормально будет. А может быть и нет. Дракон. Нет, грифон. Нет, дракон. Нет, просто хилион. Это сразу понятно, потому что люди его не видят. Но он не совсем похож на прямой. Он садится там. Черт, драконы. За что? Там это... Ну да, кто бы сомневался, что именно там. Можно мне сохранение? Блин, что тут? Ой, не тут. Подожди. Быстрое сохранение. Быстрое сохранение. Ты только не говоришь, что будешь с ним сражаться. Это же дракон. Мы точно не знаем. Ты предупредишь меня, если станет слишком опасно? Отлично. Как всегда, вся ответственность на мне. Давайте поговорим с драконом, действительно. Говно вопрос. Этот хилион называется Малый Дракон. Что-то вроде драконьего детеныша. Ни хрена себе детеныш. Похоже, городское зло питает его энергией. Прилетел пожрать. Надо, значит, убить его, пока еще есть время. Постой. Ой. Заметил. Его же нужно очистить. Это же, как бы, теоретически должен быть человечек. И куда мы бежим? Гениально. Туда, к больным людям, да? Это было опасно. Ты его убить собирала женщину, ты забыла в этом, да? Привели прямо вот сюда, вот. Они вообще не вкуривают, что происходит. Простите, мы не хотели вас напугать. Что делать-то? Опять? Что ж, мы должны что-то сделать. О, надо рюкзак с нее снять. Эдна, ты сказала, что зло этого города питает его силами? Возможно. Значит, надо сосредоточиться на том, чтобы изгнать зло. Да, думаю, это должно ослабить малого дракона. Сказать-то легко. Хотя это и сулит на массу новых проблем. Что ж, не разбив пары ест, сам лет не приготовишь. Этот план меня вполне устраивает. Ну, еще бы ты сопротивлялась. Хотя твоя метафора мне не очень по душе. Даже если мы его ослабим, мы не сможем драться с ним, пока он летает. С этим мы тоже как-нибудь справимся. Вместе у нас все получится. Новые проблемы. Тише едешь, дальше будешь, Эдна. О, мне эта метафора нравится гораздо больше, чем та, где мы разбиваем... Где мы как разбитые яйца, точнее. Начинаем операцию медленно, но верно. Что бы это ни значило. Хорошо, ладно. Допустим. Медленно, но верно, да? Может быть, действительно нужно будет обойти город и потыкать вот эти вот... Странные точки. Темные такие огнем. Одну-то мы уже облагородили. Зону. Может быть, здесь еще какие-то есть? Я их просто не увидела. Потому что мне тупо отсвечивает. Может, здесь что-то есть? Может, так посмотришь, нету. Хорошо, где? Где они могут быть? Прогоните зло из Марлин. Да сказать легко. Сделать что-то не очень. В беседке, кстати, как сюда попасть? Никак. Дурак. Дурак, не пугай меня. Ладно. Идем тупо туда, куда указывает звездочка. Будет проще так сделать, мне кажется. Так кто там хочет с нами? Может быть, мне помочь? Нет, все в порядке. История культуры Монмад и труды сэра Джороффа, пускай. Ух ты, я никогда раньше не видел таких книг. Это ценные книги. Я прячу их, чтобы они не потерялись и не сгорели во время войны. О, значит, я просто обязан помочь. Все в порядке. Я все равно несу их в секретное место. Никому не говори об этом. Я сделаю это, чтобы спасти книги. Я делаю это. Да? Что-то какая-то странная женщинка. Что за секретное место? Что-то здесь не так. Думаешь? А ты нет? Она рассыпалась в оправдание, хотя мы и не спрашивали ничего. Я точно никогда не слышала ни о какой тайной библиотеке. Опять эти странные глюки. Так, ну пойдем за ней. Посмотрим, куда она там идет. Что за тайное место. Может она кормит кого-то этими книгами, не знаю. Может у них содержится, как сказать, сила кого-то там. Ну, эмоции там, все такое. Моя дочь покоится с миром на этом кладбище. Она так любила книги. Может это дочь ее? Всемирное зло. В этой деревне, в этом городе. Я понимаю, что ты хочешь ей поверить, но здесь явно что-то не так. Не, а нам кажется странной идеей закапывать книги на кладбище. Нет, меня это тоже беспокоит. Давайте спрячемся и посмотрим. Хорошо. Незаметные такие вообще. Хоть бы в куст залезли. Не глупи, Агата. Это стоит не больше тысячи. Кто здесь? Ты? Ты? Значит, ты соврала нам про спасение книг. Мы с моей дочерью всю жизнь едва сводили концы с концами. Я даже не смогла никак порадовать ее перед смертью. Разве я недостаточно расстрадалась? Разве я не слышала хоть немного радости? Понятно. Зло. Мы их заберем. Видите, кстати, из торговой же этих гильдии. Я сдам тебе городской стражи по обвинению в растрате и воровстве. Я всегда это знала. Однажды это должно было произойти. Зло утихает. Мне это больше не нужно. Сможете вернуть эту Нифу от моего имени? Что там? Поймав ее, мы смогли изгнать зло? Наверное, в глубине души, но хотела именно этого. Правосудие. Наверное. Это доказывает, что она и вправду любила книги больше всего. С людишками так непросто. Ну как-то это немножко странно было. Она как будто обрадовалась действительно, что ее посадили. Ты просто ждешь, пока я тебе подберу, да? Ну да, если честно. Так, и что, теперь опять дракон? Или что-то другое? А, теперь туда. Ладно, что там. Я уже боюсь этого места. Оно какое-то слишком мрачное. Напоминает, честно говоря, судэковские земли, когда там появлялись эти околиты. Или как их там. Мы пойдем внутрь? А ты что, боишься привидений? Хочешь, я возьму тебя за руку? Нет, не в этом дело. Ты ведь понимаешь, о чем я, Сарай? Я чувствую сильнейшую ауру. Здесь обитает очень сильный Хеллион. Он может прятаться где угодно. Сначала надо набросать план, а потом все здесь осмотреть. Понял? Я сказала набросать. Потому что художник сначала делает набросок. А кругом картины. Прошу, пристань. О, надо же? До меня только дошло. Вот видишь, я сказала как раз столько, сколько... Че? Не успела. Она хочет, чтобы мы вошли. Похоже на та. Ну, точнее, я бы сказала, похоже, выбора нет, но... Ладненько, давайте мы туда внутрь. На самом деле, пойдем уже в следующей серии, потому что мне это... Здание совсем не нравится. Тем более, вот этот вот вход с обеих сторон мне напоминает про Мойру из FIFA последнего. Поэтому мне еще больше не хочется туда идти. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Она какая-то была очень мрачная. Мы толком ничего не сделали, кстати говоря. Иди сюда, скотина. Я их как-то то ли не вижу изначально и потом только замечаю, то ли они появляются. Потому что, на самом деле, действительно сейчас плохо видно. Отсвечивать нещадно. Ну да ладно. В общем-то, в следующей серии пойдем в здание. Там доделаем свое черное дело. А потом уже будем смотреть, что нам дальше нужно делать. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх. Подписывайтесь, зовите друзей. Оставляйте комментарии. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И до следующей серии. Всем удачи. Пока-пока.